итак друзья мы начинаем второй выпуск grass life и сегодня поговорим о службе и чар потому что со мной две прекрасные девушки которые стоят у истоков нами персонала адаптации мотивации ну и они собственно их и выгоняет поэтому они знают все о людях а с чем их едят кого мы нанимаем и за что у нас войны и первым делом мы должны поджечь костер традиционно традиционно я наливаю туда немножечко горючей жидкости такая сильно горючая я всегда пугаюсь поджигаем выкидываем спичку мимо у нас сегодня будет очень нетрадиционный борщ потому что во первых он в казане во вторых мы будем немножечко обжаривать мясо да такой необычный бульон будем делать обычно сразу его варят а мы сначала обжарить для того чтобы насыщенный больше был и вот у нас очень много мяса на кости антрикоты всякие разные и так мы разогреваем казан и будем выкладывать туда мясо по кругу чтобы она поджарилась одной стороны перевернем на другую таким образом бульон у нас получится более насыщен что дальше будет дальше зальем водой у нас будет дальше мы зальем водой будет вариться бульон и пока он будет вариться мы нашли я сделаем поджарочку для борща давайте пока разогревается казан мы немножечко начнем и я не хотел рассказать нам про историю борща она его не выучила на просто знал только вот это он путается немножко войнка это нормально нас вообще никогда не разделять мы как одно целое по борщу я залезла про реально прочитала эту историю мне было интересно узнать вообще как он появился и оказывается все там споры ведутся о том что говорят считать да что это украина дать чей борщ русский давайте разберемся вот так вот изначально это все-таки наш борщ наши дачи они непонятно смешанная вообще у меня и украина кстати вот так они почему назвали его борщом по ним потому что они использовали растения борщевик он ушел он очень растет его съели тогда так много смотрел она горит это типа вместо свеклы был как раз вот сейчас на что используется наверно еще знаете когда до колумба не было же картошки не знаю да там дорожки использовали репу вместо свеклы видимо больше этот борщевик да потом уже киевская русь почему борщом назвала этот суп потому что делится набор это красный щи это капуста которого пищах обычно мы привыкли поэтому здесь вот мы не можем узнать точную информацию от того откуда пошел это потому что споров очень много на самом деле в истории так вот этот борщ потом военное время его использовали как блюдо который ну вот нечего было есть мясо не что-то нужно делать и вот они просто свалили это все в одно капуста свекла картошка морковь только кажется так просто попробуй свалив все вот и вот что появился такой постный борщ вы родили я знающие грибы очень часто грибы как раз таки вместо мяса кстати вот борщ когда борщ когда сваливают все и ставят например в печь он такой существует да но кстати он не очень нравится может там нет пережарки там нет нет я вообще вот этот вареные овощи не люблю я люблю чтобы они были вот сначала потом лен я не дала ел такой когда нам читает борщ ну так есть вопрос получается как квашня такая поэтому мы сегодня прям заморочимся и настало время закинуть мясо да когда он не лопнул руки мне кажется мясо это только мужчина как национальных узбекциях блюда мы мы смажем немножко поливаем стеночки и выкладываем он прилипает как на что мы заливаем воду это кстати лайфхак потому что мало кто готовил в казане чтобы все ускорить мы заранее кипятим воду и пытаемся ей не облиться ну что давайте поговорим о том как мы набираем людей у нас есть необычная форма набор персонала именно групповым образом то есть многие люди удивляются и на самом деле это здорово облегчает жизни именно компании работодателю и это вводит некоторый стресс те кто приходит на сцене но будущее будет проще потому что прошедший такой стресс наверное проще адаптируется в компании как это происходит ну кстати я каждый раз собеседование когда собирается группа кандидатов мы заранее не обещаем о том что у нас будет групповое собеседование по телефону никогда очень много у нас было случаев когда кандидаты просто были недовольны разворачивались и уходили когда узнавали что чуть больше расскажу звучит групповое очень очень страшно групповое собеседование когда мы вызываем на определенную должность порядка там 15-20 кандидатов кстати чем больше вы вызовете как правило половина кандидатов не приходит либо там какая-то часть из них придут человек 10-15 это как раз таки самая хорошая группа для особенно отделов продаж и собеседование кстати каждый раз на собеседование я предупреждаю что давно в групповое собеседование но она у нас не стрессово мы не заставляем продавать мы не хотели и пытаемся расположить их в беседе да и все время мы говорим о том что это сокращает ну конечно в первую очередь наше время и это совет любому работодателю потому что иногда на подбор нужных кандидатов особенно в таких бедных кадровых регионах как наш необходимо так все говорят у нас дилеров в каждом регионе страны и все говорят что в нашем регионе это может быть омск томск владивосток румыния не знаю германия самый сложный как нам иногда кажется что самые сложные регионы что у нас потому что особенно что касается узконаправленных специалистов нам же везет нам везет потому что нам везет уже как-то знаю а потому что даже когда нас не знали нам везет и это даже не везение наверное но мы ищем именно своих людей мы их находим может быть долго но нам не столько важны компетенции не столько важен опыт сколько то что человек был бы нашим нашим на канале на глазами пресловутыми это может быть кого-то раздражает уже в нашей компании почему меня не взяли у меня же был нереально хороший опыт потому что нужно очень скучно и тем более смотрите у меня прям поэтому поводу опыта есть устаешься очень серьезные мнения человек с опыта может ли объяснить почему у нас это не получится человек с опытом он уже все видел он все знает и он не готов рисковать он не готов что-то менять своей работе постоянно меняющимся мире это прям маст хэв завтра будет все по-другому и то что ты продавал таким образом или то что у тебя было раньше оборудование на подводной лодке так так работала это не значит что у нас не поможет мне очень я мне кажется у меня проще всего получается про групповое собеседование рассказывать смотрите приходят десять человек три минуты о себе комиссии из трех и более человек сможет смотрит слушает потом все кандидаты выходят мы их просим пожалуйста сейчас мы подумаем и заходят только те кто нам больше всего понравился два три четыре человека из десяти примеру с кем мы готовы дальше поговорить позадавать вопросы вот эти три четыре человека мы их начинаем гонять по компетенциям мы спрашиваем разные вопросы чтобы выявить наличие там целеустремленности а что вы делали в конфликт ситуации или о чем вы гордитесь и нам нужны реальные примеры жизни как это происходило мы точно поймем наш человек или нет после этого профессиональный а то очень часто начинает жизненные примеры мы не говорим профессионально но если человек начинает зацикливаться там я не знаю я женился я купил машину ты гордишься у меня есть дома я посадил дерево вот чтобы это было что-то в работе что то такое не непреодолимое человек преодолел далее опять же мы просим комиссии просят удалиться этих трех-четыре кандидатов мы дальше совещаемся и например один или два кандидата идеально если остается два кандидата идеально чтобы была конкуренция мы их обратно приглашаем объясняем что вас мы вас поздравляем вы прошли вот первый испытательный этап и у вас есть два-три дня чтобы походить по компании и получить какое-то задание может быть вы получите его во время этого не это небольшой стажировки может быть вы потом удалитесь домой если это продажник например вы можете проанализировать кто есть конкуренты в румынии и чтобы вы сделали на месте менеджера продажа в румынии или вон это если дистанционный кандидат тоже выдаем задание прислали на электрон и даже него также выполнять на своем регионе том числе и прислать она нападайте мне картошки и так через два-три дня кандидат с выполнен задание приходит два кандидата и мы смотрим как идет презентация или мы смотрим можем не давать задание вот как с мастерами они просто начинают в коллективе задавать вопросы или не задавать вопросы это будет агрессивно или классно и он будет нас напрягать и он нам будет нравиться просто находясь вместе с нами задавая вопрос мы поймем кто что этот человек просто как он находит общий язык с нашими ребятами как он узнает какую-то новую информацию до компании это тоже очень важно кстати на этом этапе вот я хочу сказать знаешь очень часто люди пугаются и не приходят из разряда такие вот у них объяснение что используют мой бесплатный труд ну потому что на сайте даже чтобы мы воспользовались на самом деле это ну очень большая ошибка потому что когда ты придешь компанию во первых не только мы тебя выберем да а еще и ты посмотришь как здесь работать и справишься ты ли с этой задачи может тебе эти улыбаешься придурки может быть а может быть ты просто да не пойдет у нас есть вопросы первый вопрос который в instagram мне задали после stories здравствуйте требуется ли вам работники с юр образованием 10 лет юр стажа сейчас вы ищем мы сейчас ищем юриста международника и юрист на что смотрит на что смотрите опыт или способности при отборе к кандидатов нужно сказали что опыт не так важно но здесь если есть конечно кандидаты 1 давайте все равно есть какие-то у нас много где опыт большая часть сотрудников опыт может быть даже нежелательно потому что это старый например снабжение или логистика мы до всегда принципиально при рассмотрении продукт на то чтобы у него не было опыта в снабжении или логистики так как в град мотивирует сотрудников у нас есть много систем мотивации но в основном у продаж например это основано на индивидуальной бонусной ставки допустим 70 тысяч рублей она умножается на коэффициент выполнение плана по отгрузке например в этом месяце большая часть отделов перевыполнили план и тогда на 20 процентов вы перевыполнили значит умножается на 12 это 84 тысячи умножается также на коэффициент просроченной дебюторской задолженности это может понижающий коэффициентом если меньше пяти процентов если больше пяти процентов просрочка у снабжение то например оборачиваемость склада мотивация складывается из оборачиваемости склада из рентабельности потому что они напрямую на нее влияют и уровне сервиса чтобы по их вине не было не нагрузов но юристов и бухгалтеров мы не придумали как замотивировать хотя очень долго думали но в больше по большей части каждый сотрудник знает за что он борется но мы считаем что мотивация это не всегда мотивирующая штука мы считаем что какая-то единая цель у команды как полярные звезды больше мотивируют на что-то великое кипя и дать имеешь ввиду кипя это устаревшие стоило чисто да это я бы хотел сказать это же вообще устаревшая история на самом деле и очень часто когда компания знаешь к нам приезжают на бизнес-тур на экскурсию спрашивает а какой вас кипя игру да вы что это именно у вас если мы будем пытаться платить за каждый чих тогда возникнут ситуации когда человек будет заниматься под тем или как обхитрить эту систему у нас была ситуация в московском офисе когда специалисты чары при другом руководителя а у него стоял кипя именно сколько человек он должен вызвать на собеседование на данную вакансию и он понимал что ему до зарплаты не хватает вот двух кандидатов и он приглашал своих своих друзей друзей просто придите пожалуйста пожалуйста пример мотивации до и часа это все идет перекос свеклу свеклу так многие кстати свеклу или варят или вот я делаю в микроволновке они говорят что нет ни в коем случае достаточно ее просто пассеровать конечно мы ее посернем вместе с овощами кто-то кстати свеклу поливает лимонным соком и мы взяли чтобы сохранить не делаю я люблю проверим давай он обезлимой взяли да что быть тоже нет мы не будем проверять мы надежно положим ищу работу куда при этом режиме так ребята мы еще на хэдхантере а у нас есть инстаграм страничка град жоп гроз . джон кстати есть видеоролик где нас можно найти на каких порталах на хэдхантере супер жопом сейчас не пользуемся но это хэдхантер авито наш сайт там мы публикуем тоже вакансий ну и страничка так спасибо за качественный продукт спасибо вам здравствуйте требуется ли вам работник так было так как в гроз мотивирует быть но одни одежда но ты знаешь может быть еще интересует их не только денежная мотивация наши вот это не надо ждать еще заставить так меня возьмете вот хочу работать игра спасибо девочки даже не реагирует на резюме вот он а это наша моя так девочки почему вы не имеете на зиму давайте а почему на него отреагировать если она у нас не устроила у нас есть определенные требования к вакансии они может быть не столь масштабны как в обычных организациях да мы имеют опыт и и так далее но все равно в силу нашего опыта мы по резюме уже видим подходит нам кандидат хотя бы для того чтобы его рассмотреть на собеседование либо не подходит вы скажи не практикуется просто ответе там спасибо резюме нет но не подходите кандидаты не пришли к нам сколько жена сколько вы скажете просто очень много чему может потому что в день если у нас активный идет активный подбор до в день это более 500 может быть резюме на разные вакансии поэтому к сожалению мы всем ответить не может резюме да так что извините так как устроиться к вам на работу работал юристом в органах так с органах мы не берем это мы считаем извините но мы что это люди испорчены есть один у нас да он был участковый он это коммуникабельный он еще не сильно спорчен потому что он ничего вообще не понял него чтобы еще карта и поэтому моего да он добрый как можно отказать к этому человеку возьмите как можно у вас работать если образовали специалист почтовой почты ребята вообще не важно кто кем вы работали мы кстати очень интересно мы даже не смотрим диплом вот многие люди которые сейчас учатся ребята могут выкинуть свой диплом потому что мы его не смотрим или были случаи нет не было химики нет но это уже не что он химик и то нет но он сказал я химик учился где в городском политехе мы проверяем стажировки его уже потом навыки вот потому что мы считаем что вообще-то неважно кого учились потому что все это образование устарело дико я сейчас слышу все больше отзывов что вплоть того что в университет не нужно отдавать детей здесь еще и богатейшие люди типа стива джобса и там не знаю еще каких-то людей закончили 1 2 курсы стэнфорда и дальше гавард стэнфорд и дальше не учились я был стэнфорде там считает что если у вас какой-то стартап с вашими однокурсниками или еще с кем-то вы можете смело уходить из университета потому что вам больше не нужно потому что стартап важнее чем образование при этом вас научит больше да при этом всю свою жизнь мы учимся я после университета прошел обучение больше чем там потому что я что тебе нужно что они нужны в этот момент что мне понадобится ближе полгода я не могу учиться на ближайшие пять лет что все изменится буквально через полгода год с борщом все на самом деле связано много поверье и борщ считается такое традиционно но на украине поминальным блюдом и считалось что с паром борща отходит душа умершего поэтому на украине на поминках только борщ наверное есть такой город называется он борщов и этот городок давние времена хотели захватить турки и вот прибыли с этой целью в этот город но захотели отведать местного лакомства борща и одна украинка согласилась любезно приготовить это блюдо красиво было вероятно да я думаю что все украинки красивее чем русский но есть такое мнение даже украинки красивее мы тоже ничего так вот она согласилась приготовить захватчиком это блюдо и процессе его приготовления видимо использовала не халяльное мясо турки его не едят да видимо использовала свинил потому что на украине варят борщ из свинины и он начал на нее брониться у нас у нее бродницы ругаться в общем она со злости простая русская украинская женщина долбанула его черпаком со всей дури а потом утопила в борще турки были маленькие но чтобы утопить я думаю там да и вот назвали этот город борщов ну проверить мы не можем подлинность этой истории давайте вопрос опять почему вы нас не берете ну вопросы повторяется если концепция подбора персонала вне зависимости от сферы деятельности так не жизнь ну то есть как предыдущий сверх деятельности есть такая да вот его на кого учились но я на психолог психолог похоже близко да да я училась на преподаватель английского языка переводчика неожиданно сколько мы лет работаем вместе 9 9 я никогда не знал на кого учились вот вот я его забыла вообще пофигу на кого учились и кем вы работали даже не важно да да и нету такого до профессия есть набор компетенций который важен для этой профессии например да что который тебе позволит выполнять эту работу если ты там например продажник то ты должен быть коммуникативный ты должен быть пробивное достижение результата все остальное если ты снабжение что возможно у тебя должны быть какие-то умения вести переговоры какая-то совесть и честность маленькие зачатки да тоже да очень важно благонадежность мы так называем так дальше пишет хочу работать с крутой компанией с огромным потенциалом очень хотелось бы поработать вашей компании здравствуйте здравствуйте вам мини цером здравствуйте михаил расскажите пожалуйста про автоматизацию в и чар отделе по про автоматизацию можно говорить очень много то что у нас есть но самый главный у нас проект сейчас по автоматизации начали вы моего с перехода с базы 1с да на боскадровик и почему мы это сделали потому что босс написано в другом языке и там намного больше возможностей для того чтобы дописывать эту программу синхронизирована да вот другими программ и почему мы захотели сделать захотели даже не кадры сделать потому что в принципе у нас и 1с было достаточно автоматизировано захотели именно мы и чары но начинать это нужно все с кадров и поэтому начали зачем это сделали именно для того чтобы создать платформу для подбора персонала для сохранения резюме для введения какой-то базы данных все круга еще еще наши самые сладкие конфетки это у нас будет киоск который будет стоять где-то возможно на производстве личный кабинет да у человека когда будет личный кабинет сотрудник по пропуску может либо через этот киоск который стоит физически либо через свой личный кабинет зайти и написать заявление на отпуск на перевод в общем ли командирование справки распечатать справку 2 ндфл ну он как он отправляет запрос что ему нужна эта справка этот запрос приходит к нам в кадры справка это формируется подписывается все он только приходит и он приходит забирает скажешь какое у нас количество сотрудников вечера делу на 100 человек или наоборот на одного сотрудника именно когда всего три сотрудника кадровое дело производства до кадровое дело производства на смаза прием и перевод увольнения вся документация что с москвой 4 получаются москвой 4 да но общая численность сотрудников у нас более тысячи человек тысячу сколько точно 167 я запомнилась 1050 но прибыл и получается что на всю эту массу сотрудников у нас всего лишь 4 сотрудника отдела кадра да и кто не в курсе к сотрудник кдп это те кто обрабатывают и сотрудники чарте кто занимает людей принимают увольняют адаптировать и у нас то жестко разделено то есть я думаю во многих небольших в том числе организациях это занимается я помню когда вы все хорошими на ну конечно не рассказывали эмоцию какие мы получаем от людей это же все такое положительные вещи когда они приходят например когда они восхищаются нашей компании даже если вот сейчас да вот кстати очень часто даже ты если ему отказываешь он все равно говорит о том что есть такие вот молодцы кандидат я таких от меня что спасибо вам огромное что дали шанс поучаствовать я буду еще пробовать вот потому что я восхищаюсь вашей компании вот это вот красавчики постой постойте да давайте вас так спрашивают как вам попасть на продажную должность набирали сейчас в клининге идите бокс но сейчас открыта вакансия на менеджера по продажам сырья это еще новый проект мы решили стать так как мы производственная компания много среди нас проходит и мы подумали почему бы не стать дистрибьюторами сырья до михаил да потому что через нас проходит тысячи тонн сырья мы возим это напрямую за границы у нас лучшие цены и почему бы не начать этот бизнес параллельно в том числе мы будем продавать тару потому что у нас очень много итальянских линии по выгоду тары и вот того что у нас есть излишки можем прозвать больше чем нам нужно поэтому неплохо продавать тару и сырье это может быть новый бизнес это много миллиардный бизнес кстати вот вы знаете в дитебоксе у нас еще я вспомнила открыта вакансия менеджер по экспорту здесь вот требуется знание английского ну просто потому что мы будем работать с иностранными партнерам уж да и я думаю многие знают и кто-то не знают ютюбокс это капсулы из которых можно сделать бытовую химию 50-граммовая капсула и и хватает на пол-литра какого-то средства посуды стекла стирка они сами чувствитель и так далее настолько уникальная вещь что мы уверены и уже есть и кейсы в америке в канаде в австралии саудовской аравии у нас есть запрос есть уже партнеры которые начинают закупки потому что это экологично мы не выбрасываем тару и это очень удобно при транспортировке за границу потому что занимает очень мало места то есть мы считаем что это будущее и стрельнет во всем мире поэтому кто знает хорошо английский и имеет некоторый опыт в продаже не просим к нам в компании и на помидорчик скажите откуда мы такие умные почему у нас такой найм персонал почему мы разбираемся кто он нам нужен и откуда мы взяли адаптацию и так далее вот откуда вы ну генирую адаптация есть везде я думаю это не какой-то извините с его наставничество не у всех ну она есть не у всех но на более-менее крупных предприятиях она обязательно я думаю присутствует в чем такие умные или мы не умные мы не опытные может быть очень научились очень много учились и причем со временем пришли к тому что вот эти все тренинги и обучалки на которые ездят там те же самые чары конференции и продажи в том числе они не дают никакого результата ну как придет проведешь результат но не больше 20 процентов как да и возможно это будет старый опыт и у нас с годами все больше и больше было разочарованием наоборот от таких поездок потому что они были непродуктивными и мы пришли к выводу что лучше всего вообще нет ничего лучше чем обмен опытом обмена опытом с другими компаниями которые в первую очередь интересны вам у которых вы хотите поучиться посмотреть на их внутреннюю кухню в общем и перенять опыт я был компанией запас доставляю счастье тонишей книги и там часто говорится по среду считают что если ты хочешь от сотрудников вал тут должен делать для них среду вал должен давать что-то невероятное вал и тогда они будут другими хочешь других людей создать эту другую вот и в том числе в компании запас например считается одна из лучших корпоративных культур в мире там все можно там на рабочем столе делать уходишь там можно проводить совещание в массажных креслах там есть комната где-то заходишь над тобой аквариум и ты можешь лежать отдыхать спать что угодно там разрешен не только слабый алкоголь как пиво который основной везде apple airbnb google пожалуйста там тесла везде есть слабый алкоголь в компании который считается лучшей корпоративной культуры разрешен крепкий алкоголь шотики да такие шотики маленькие бутылочки они стоят можно выпивать то есть и эта компания через семь лет своего основания тони шейн продалась amazon за миллиард долларов так давайте еще а скажите пожалуйста вот как вы думаете все меняет все течет что даже должно поменяться в нашем подходе к подбору и так далее и что вот как вы думаете где можно поучиться еще какие компании вас вдохновляют максим батрик организовывает бизнес экскурсии в компании и вот уже есть три видеоролика топ-10 решений которые привезут приведут к эффективности и по моему мегафонская у них там был и яндекс вот мы очень бы хотели вот как раз skyeng нам очень понравился и яндекс эти кстати вот они говорили про конференции я вот что просто заметила когда мы тоже участвовали до ездили слушали очень часто компания если отвечать там тема например повышение производительности труда и они говорят мы ввели систему наставничество это позволило нам повысить производительность труда там в два-три раза ты хочешь узнать а что они сделали как на собеседование до всегда что а что ты сделал для того чтобы хорошо система настаточной понятно а что в этой системе наставничество и они не рассказывают непонятно ли не хотят делиться то ли они не подумали об этом что вот именно это будет интересно да и мы очень часто замечаем что вот именно это вот не хватает в таких обучениях поэтому когда вот например у нас бизнес-туры проходят я очень часто потом отзывы получаю от наших участников что у вас очень много практики то есть если мы говорим например да что мы повышаем мотивацию персонал и тут же рассказываем что мы делаем у нас есть волком бокс он состоит из того-то с того то есть гроз квест он вот так это выглядит а не расскажи про гроз коины это один из инструментов который был привезен из компании запас гроз коины что это такое это такая фишка похожа на покер как они называются в лас-вегасе фишки для покер да 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 очень похоже и соответственно ты ее получаешь за определенное действие определенное количество со временем мы с финансовым отделом вы считали что один коин у нас стоит 100 рублей ну и соответственно там если ты только пришел к нам в компанию ты уже можешь 3 коина получить то есть чисто вот подарок еще три года и ты соответственно когда их собираешь ты можешь потом по прайсу смотреть на что ты можешь их обменять ты можешь какие-то брендированные вещи себе взять очень у нас очень пользуются спросом вот производство очень любит там брендированные часы и гроз сумки рюкзаки и гроза не любят брать там бутылочки для воды ребята с офиса они больше немножко по-другому поступать они любят копить всей командой накопили завшебан да у нас есть такая открыта без замочек да 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 и соответственно ты там полгодика командой копишь накопил где-то 100 там ну 130 коин считает и уж 13 тысяч рублей и ты с командой можешь куда-то поехать на команды образования там на дубровский ребята да есть после коронавируса или во время у нас не так все жестко будет прокатилась череда вечеринок у разных отделов команд образования и частично они были как раз в законе были где-то пополам ребята да там сами собирали собирали сдавали коины вот кто-то кто-то просто может на обучение их потратить наливаем масло здесь мы будем обжаривать свеклу и так мы закидываем лук а давайте пока мясо еще вытащим и начнем нарезать она просто разваливается наша поджарка почти уже готова но вообще по технологии наверно по современной технологии приготовления борща и вообще любого блюда если она состоит из отдельных ингредиентов нужно чтобы отдельно приготовленных как у нас поджарка нужно чтобы каждый ингредиент был доведен до ума то есть он должен иметь свой вкус должен быть посолен и заправлен мы его заправили немножко лимоном теперь я предлагаю посолить вот сейчас мы его берем нашу любимую адыгейскую соль да мы любим адыгей или адыгейскую соль да кстати одна из тем команд образования мы ездили два или три раза в адыгее два раза в адыгее ездили и это вообще вещь когда лучшие сотрудники руководители отделов и один лучший сотрудник отдела выезжают в адыгее на несколько дней и мы там сплавляемся на по реке мы лазим по горам по водопадам ходим в горы катаемся лошадях и это просто нереально а в завершение помните как классно мы были на горячих источниках у нас там был пикник уже все завершение и была такая эйфория что мы танцевали в бассейне взявшись за руку пили сансару мне кажется на ее вошли куда нирвану мы соединились просто с водой минеральные которые мы стояли теплый с этой природой с этой песни и алкоголем но это наш карпатинку мне кажется пришло время закинуть картошку давайте давайте закидывать я вот главная польза не давай забрасывай капусту так ты туда отнеси его туда так сейчас будет только забросили есть очень много места давайте дольем мы хотели долить долить дача отбит отчет закинем картошки потом уже бы зажарка что закинем и дали да 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 а то мало ли зажарку я поднимешь все дожил сколько не чё попробуем режем чеснок я всегда это делаю вот так на вон чё на исток и методика и все и нет следующий я давай еще раз не поняла следующее прекрасно так давайте посмотрим еще вопросы появились если у нас дискриминация по половому возрастному религиозным близким на самом деле такой строгой нет хотя нам сейчас не поверит потому что компания наша очень молодая если считать сотрудников их возраст средний возраст сотрудников не превышает 36 лет но все зависит именно от вас вообще мне кажется под руководители и сотрудники вот есть отделы где руководители постарше там могут сотрудники быть постарше это просто как-то естественно им понятнее проще общаться по возрасту мы не специально не отбираю них лексикон один и тот же вообще подбирают нас сами команд поэтому ничего не кто ему сама команда говорит на вот такие доски забрасываем нашу поджарку давай-ка я наверно буду только не плюхать вот так акуку сейчас подожди давай посмотрим на эту спорту мы можем переборщить джорки больше переборщить давай да это случайно когда может переборщить все и не будем накрывать ребята токанчик мы сейчас досаливаем немножко сколько да ну я бы не сказал что немножко 17 лет нет еще еще сейчас я тоже так должна сделать я хотел чтобы казалось сколько солить не хватает мне кажется да нет он просто кисленький понимаете бронус кисленький чуть-чуть надо добавить не испортим но я бы буду из кизы кашу жут мусорку добавила сахара да будет капец я однажды добавил сахар столько что был сладкий больше никто его не укрой меня сколько нужно аккуратно мы немного добавили соли попробовали на вкус еще сейчас мы будем добавлять но доводим наш борщ до совершенства до совершенства да прям сборка я думаю можно чуть-чуть добавить сахара поскольку примерно ты вот дома на кастрюле трехлитрового дома чайную нет не чайную то очень много иногда я просто наберу щепотку какую-то я не знаю сколько я беру скорее всего где-то пол чайной ложечки может быть даже меньше добавляем лавровый лист конечно еще только и немного перца горошку и так моя мама всегда украшивает базилик на дальше и заготавливают его на зиму в общем сушит сушеный базилик имеет намного ярче ярче вкус и запах аромат добавляет блюдам особенно борщу вот в борщ я всегда использую сушеный базилик сегодня у нас есть и свежий но сушеный пахнет другом пахнет по-другому добавляй так как это сушеные листья мы разотрём что-то упало вверх про можно весь смело она будет вот так от растирать их и добавляем мой красивый или тогда чё как надо пробовать чтобы готов он или нужно что капусту свою карту ждите у нас финал мы закидываем чеснок и зелень очень большое количество зелени под казаном и затушили да михаил ну там камни горячий и он будет томиться давайте размешаем это теперь ой я предлагаю не мешать и подождем буквально 10 минут пока он настоится а мы сейчас подготовим все нашему праздничному столу все борщичку все что нужно да по всем традициям да да и Так, ну что, и по традиции мы покажем тех ребят, которые все это снимали, и давайте не похлопаем. Ну что, ребята, просим к столу. Добро пожаловать. Давайте. Где тут без мяса? Михаил, снимай. Без мяса? Да что ж, в такие за веки? Да не-не-не. Твой был вот маленький. А почему? Согласилась. Так, я возьму с ним. Вот здесь мало мяса, смотри. Не, нормально-нормально. Да? Да, нормально. Да. Ну, кладу положим, все положим. Что мы называем? Ммм. Ммм. Отличный. Очень хороший борщ получился. Виделся? Да, обалденно. Очень просто кайф. Это нереально больше. Очень классно. Девушка, давайте что-нибудь пожелаем нашим зрителям, как… Что бы мы могли пожелать? Как бы так вкусно готовить, да? Да. Ну, я сейчас больше пробую то, каких людей набирать и как вообще, что делать. Я считаю, что нужно всем не бояться меняться, не бояться пробовать, не бояться менять, не боится это слово, менять иногда людей. Потому что людей нужно освежать, нужно учить своих людей, нужно набирать других людей, людей с горящими глазами. Потому что часто я вижу профессионалов в вольт-компании, но нифига не происходит. Потому что все очень умные. Поэтому набирайте молодых с горящими глазами, которые не знают, что нельзя расти по 40% в год 17 лет подряд. Угу. Которые как раз ничего не знают, да никаких правил. Да. В этом году компания достигнет миллиарда евро и… шутка. Это через сервис. В этом году компания примерно продаст на 100 миллионов долларов. Это неплохой результат. При этом мы растем где-то 46% по итогам 6 месяцев. Угу. Как это делать и делать это в протяжении многих лет? Приезжайте к нам в гости. Мы вам все расскажем. Вообще мы очень любим гостей. Приезжайте. Потому что я, например, когда провожу данные экскурсии, я понимаю, насколько все равно вот у нас сила, да, в компании. Вы бы как говорите об этом. Насколько у нас классные ребята работают. Нет, 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 нет. Потому что когда я привожу гостей в какое-либо любое подразделение, я вижу, как ребята подскакивают, встречают. Настолько они все гостеприимны, настолько они хотят рассказать. То есть они настолько увлекаются тоже этим процессом. Поэтому вот именно, наверное, тот пункт горящие глаза помогает создавать вот таких отзывчивых, легких на подъем. Вот такие, как у нас, да, вот такие, как у нас ребята. Да. Ну а я хочу пожелать кандидатам нашим уважаемым, пожалуйста, не затухайте никогда. Сколько бы лет вам не было, ищите в себе энергию, ищите мотивацию. И занимайтесь тем, что вас увлекает. Никогда не сидите на работе, которая убивает вас каждый день. Ищите что-то для себя интересное в первую очередь. И тогда вы будете жить, и тогда ваша энергия никогда не иссякнет. Да. И вы будете все счастливы. Счастливы. Все. Ем. Ура. Ура. Египет. 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 Египет.